Здравствуйте, друзья! С вами канал Вин Кондишн, и сегодня, впервые в истории нашего канала, я буду трогать этот ваш Командер, понимаете ли? Ну, я его потрогал, ребят, а вот вскрывать этот ваш Командер я буду, если это видео наберет очень-очень-очень много лайков. И здравствуйте, друзья, мы с вами Вин Кондишн, вы любите Командер, и сегодня мы его распакуем. Друзья, можно... Стоп, почему опять школьники в студии? Я, конечно, не прошу вас с чего-то... Ну, хотя бы старше 15, можно? Борис обещал прийти, ты кто? Я Борис Заменитель. Ладно, друзья, работаем тем, что есть, сегодня у нас Борис Заменитель, и сегодня мы вместе с ним откроем для вас колоды и расскажем про них все по чесноку. Хочешь начать играть Командир, но ценовая политика в Wizard of the Coast не дает тебе это? Мы, Вин Кондишн, и чуть-чуть донышко, идем к тебе навстречу. Мы разыграем одну из этих колод, и ты, наш юный друг, даже сможешь выбрать какую. Одну из пяти мы разыграем, переходи по ссылочке в описании, и там будет вся информация. А сейчас к прекрасным обзорам прекрасных приконов. На самом деле я утрирую, Михаил довольно опытный маг, и как раз на самом деле он олицетворяет Компенситив магию. Компенситив маг в Москве примерно так и выглядит. Михаил с кодовым позывным щенок, потому что он тапдекает и выигрывает как пес, но еще щенок. До пса не дорос. Итак, приконы, готовые командирские наворы, где есть командир, где есть 99 хороших и не очень, в большинстве случаев, карточек. В этот раз они максимально, хотел сказать, всратые, а так и скажу, максимально всратые. И сегодня мы это подтвердим или опровергнем. И для этого Михаил мне и нужен. Итак, достаем колоду и сразу видим изменения. Она достается сложной. Все, рви, рванина. А, вижу первое изменение, друзья. Раньше, вот здесь вот, раньше вот здесь вот, была большого размера карта. Теперь это сделали просто картонкой. Зачем они это сделали? А, слушай, это типа можно вырвать? Это типа вкладыш-разделитель или что это? Ну, видимо, да. Окей, интерактив. Он немножко блестит. Ну, я не знаю, мне очень нравились. Не знаю, как вам, но один раз мы обратим на это внимание. Мне раньше довольно сильно нравились большие карты. У меня есть маля большая Брея. Сейчас это что? Нам предлагают ее вырезать? Мне кажется, это дичь. В последние времена живем. Раньше было ручше. Итак, друзья. Наши критерии оценки. Наши критерии оценки. Мы будем раскладывать на несколько кучек. Первая кучка это новые карты. Вторые хорошие. Ну, или около хорошие стейплы. Вроде там соларингов и всего остального. И, конечно, оставшаяся кучка это мусор, который нужно срочно выбрасывать. И немножко поговорим о командире. Сначала это ведьмавство Визерблума. Черное и зеленое. Посмотрим. Ты вообще как со спойлером знаком? Да, я посмотрел листы колод. В целом, это колода про какую-то перекачку жизни от себя оппоненту. В рамках себя. Смотри, карточка командира переложена бумажечкой. И она очень интересно как-то сделана. Она толще. Твердая какая-то очень. Слушай, это не карта. Это прокся. Друзья, все вышесказанное, конечно, имеет место быть. Но нам действительно дали замену вот этой вот большой карте. Нам заменили ее на довольно твердую карточку с Aged Foil. Которая будет... Я не знаю, как ее использовать. Вот. Что мы знаем по Визерблум? Визерблум. Колода в целом связана с механикой перекачки жизни от себя оппоненту. От себя себе. Жертвование кричей. Получание за это какие-то там боплюшки. Я в стандарте уже собрал. Ну, вот примерно то же самое. Только все хорошие карточки у тебя в одном экземпляре. Ну что ж, давай разложим новые карточки и какие-то хорошие. И вернемся к вам. Итак, кратенько по хорошим, добрым, старым картам, которые всегда хороши. Нам положили, мне кажется, из самого ценного здесь это амулет стойкости в цвет. Амулет, печать. Печать. Но это прям везде его кладут. И я не знаю, экзотический сад. Ну и просто земли, которые не стыдно положить в колоду. И которые вот, а в отличие от храма ложного бога и прочих тапландов, которые здесь положили в вагон, не стыдно положить в колоду и не требуют срочной выкладывания. Ты говоришь, что это как-то по интересному комбицирую. Ну как, у нас есть... Нет, это в раз просто. Это просто в раз. Ну окей, еще просто в раз положим. У нас есть комбо. У нас есть две карточки, которые позволяют... Клубы из двух карт. Которые нам позволяют получать жизни, когда оппонент теряет жизни. И есть две карточки, которые позволяют терять оппонентам жизни, когда мы получаем жизни. То есть нам надо, чтобы на столе у нас были обе эти карточки. Либо оппонент потерял хотя бы одну жизнь, либо мы тогда получим одну жизнь. И тогда мы убиваем оппонентов всех тут же на месте. Окей, хорошо. В колоде есть комбо, и это очень прекрасно. Что вообще в целом про командира скажешь? У него имя смешное. Имя смешное. На этом мы закончим. А еще есть повар? Повар. Его есть друг повар. Можете его положить, если вы помните мем про повара. Пишите плюс в чат. Что про новым карточкам? Вот здесь положили их изрядное количество. Какие из них, по твоему мнению, достойны того, чтобы лечь в новые командиры и занять там какое-то свое более-менее адекватное место? Скажи мне. Никакие. Никакие? Все они ничего не делают. Даже в кузуальных котиках их не положить? Но тут есть мужик за 6, по-моему, маны, который удешевляет существ на полученных жизни в этом ходу. И дает 2 жизни каждый ход. Ну... Ничего хорошего. Ничего хорошего, но весело. Ладно, хорошо. Значит, компейстив оценка колоды. Сколько маратов... У нас оценка в маратах идет. Сколько маратов из 10 ты дашь? Где 10 маратов? Это его сельвала? Один, наверное, марат. Один марат? Всего лишь один марат? Ну, тут есть 4 карща, которые лежат у марата, поэтому... А, тогда в целом можно положить. В целом, да. В целом... Отлично. Ну, еще до кучи здесь есть комплект токенов. Почему бы и нет? Положили и хорошо. Не положили бы, был бы не жалко. Продолжаем с боросни. Асгир реконструктор. Да, напоминаем, что все эти деки теперь на русском. Ну, и иметь салурин на русском, это вам не хухры-мухры. Это приятно. Так, в этот раз, возможно, у нас получится лучше. Эти кружочки использовать в качестве жетонов или победных конфетти? Победных конфетти? Что, простите? Как вы празднуете победу? Победные конфетти? Серьезно? Победные конфетти? Часто у тебя возникает потребность в победных конфетях? Нет, у меня иногда возникает потребность в проигрышном ковре в лицо оппонента. А, смотри, здесь много много победных конфетти. Много победных конфетти. Интерактив. Здесь можно тыкать. Так же, как на в аренке, можно этим заниматься. Ужас какой. Я не понимаю, зачем это нужно, но пусть будет. Они есть черные, есть красные. Ну, давай, так же разложим карточки на новые, на старые, добрые и немножечко поговорим про командира. Тут есть бумажечка. Ну, что, нам здесь расскажут секреты и тайны, как этим командирам побеждать? Нет, здесь немножко лора. Ну, и вообще, в целом, что у нас происходит с командиром? Счетчик жизни, везде своего света. Ну, вообще, счетчик жизни неплохой. Нормальный, да. Потому что он не собьется, в отличие от кубика, и если у вас нет возможности вести на телефоне, или, допустим, телефон сел, то это не худший выбор. Итак, я не знаю, какой правильный термин применить. Это просто большая, толстая карточка командира с H4. Ой, в последнее время, да уж, в мои времена такого не было. Давай искать хорошие карты в этой колоде. колоде. Хлам ложных бобров. В каждую деку положили храм ложных бобров. Друзья, мы против этой карточки. Да, конечно, типа он может дать вам вагон маны, но тот ход, когда он вам понадобится, вам уже не нужно будет столько маны. Итак, давайте посмотрим. У нас довольно много интересных карточек мы здесь нашли, и сейчас кратенько вам расскажем. Итак, командир и альтернативный командир. Что ты про них мне скажешь? Они крутятся в около артефактной теме, и что-то там дают существам-артефактам. Но я не очень много заметил существ и существ артефактов в колоде. При этом, да, там можно нагенерить каких-то токенов, но как им выиграть на третий ход? Никак. Никак. Друзья, любой командир, который не позволяет вам выиграть на третий... Ну ладно, мы на самом деле шутим. Но тут я не увидел отбросни мы, что хотим, забегать быстрее в лицо, но здесь мы жертвами артефакты, и что-то получает плюс один плюс ноль до конца хода. Непонятно. Потом еще и реанимируем артефакты в двойном количестве. Не сиеминутная закрутка, и здесь вы просто... Что? Боросовы просто. Просто вы боросовы. Я не знаю. Ну, какие-то командиры. Итак, давайте по картам, которые хорошие. Земельки, которые нам положили. Посмотрите, какая прелесть. Нам положили артефактные земельки. Эх, можно бы в паупер прям сразу. Они нужны в командире, если вы играете колодой, где у вас дешевенькая монобаза, но вам очень нужно играть трендом пактом. Так, камушки, которые здесь лежат, хорошие условно камушки, можно использовать. Дальше. Талисман Боросов. Очень довольно часто вижу. Ну, в цветах другого нету. Приходится играть. Вот лутинг с интересным артом. Гаргулья, которая реанимирует. Возврат к праху. И высылка. Высылка. Лучше, чем сворд. Высылка, но у вас должен быть металкрафт. Ну, вроде как, здесь можно нагенерить. Можно. Почему ты вот эту отложил? Чем она хороша? Ремовал в казуальном столе. Ты зачарил мужика, он теперь не индестрактабл, и все. У тебя не командира, а у тебя жук 0-1. И часто ты видишь жуков? Ну, да. Хорошо. Тайная встреча. Ну, ты-то ради рофлов положил. Ну, я не думаю, что этим игроком. Это Ancestor Recall, но только с нюансами. С нюансами, с большими нюансами. Так, из земельчика хороших всего 3, ну, кроме команд Таура. Тысячелетний эликсир. Очень хорошая карточка. Можно его использовать в Альфах. В Альфах, например, да. Стальной надсмотрчик. Можно играть где-нибудь в модерне им даже. И симулятор всегда нужен. Жалко, что его пересдают люто-бешено. И ничего, он не стоит. Изменчивая сталь. Такой. Копи-артефакт с нюансами. Ну, есть у нас артефакты, которые позволяют, закомбившись в себя, как-то там, какую-то недозакруточку сделать. Тральщик. Почему? Потому что мы любим тралить. И комбиться. И комбиться. С чем он комбиться? С тишаром. С тишаром. Окей, хорошо. Ключ от города. Ключ от города. Что-то там делает. Почти этот. Добор в белом. Ну, в общем-то, добор в белом, которого не хватает. В белом. Джор Каден. Первый удар. Работа по металлу. Ну, я не знаю. Вот, на самом деле, если какой-нибудь агроту собрать, почему бы его не положить? Дорогой, потому что плюс ноль. Ну да, дорогой. Пиналар. Видел ее где-то даже в более старших форматах. Именно поэтому ее и выложил. Змей-тиран. Змей-тиран. Что делает? Где? Артефакт ворует. Зачем? Артефакт ворует. Ну, что, ты мало украсть все монокрипты и умереть по-быстрому? Он, если у тебя 20 выигрывает. Ну, ладно. Хорошо. Ну, а 20 монокриптов можно получать? 20 монокриптов. Накопировать монокриптов. Придумывай, что-нибудь. Фельдер третьего пути. Зачем он здесь? Ну... Нет, зачем вообще он в командире? Где-то часто его... Он иногда играет. Это как красное что-то на артефактах. Мне кажется, самая лучшая карта из этой лоды можно все выбросить и собрать просто Доретти. Был прикон на Доретти. Вот видите, вот здесь вот написано. Не все плэнсволкеры могут быть командирами, но конкретно у Доретти есть такая способность. Ну, и такой себе тир-4 командирчик у вас может получиться, если положить туда грамотные карточки. Согласен со мной? Да. Я со мной согласен. Итак, Титан Солнца базово хорош как в околоказуальном, так и в почти неказуальном такой на грани. Ну, и крах, потому что другого у тебя вроса здесь не положили. На этом с хорошими карточками все, но нужно признать, что здесь их даже вот если просто повернуть их на бок, их здесь гораздо больше, чем в предыдущем приконе, но все эти карточки в разные колоды. В разные колоды и все они с нюансами, как бы. Что у нас положили? Про эту. Это по новым карточкам. Налог на монолог. Только из-за фонетического репетатива можно ее, наверное, любить. Какая-то, какая у нас есть карточка в белом, примерно с таким же артом? Это самое. Удушливая подать. Удушливая подать. Да, он мне напоминает как раз удушливую подать. Зачем он здесь? Он, когда оппонент много кастует, тебе кладики дает. Ты довольный. Довольный, да, и разгоняешься. Ну, ответно, в этой колоде, наверное, это хорошо, потому что нам нужно нагенерить много ребят, но все остальные карточки более творческие, чем хорошие. Конечно, можно про них поговорить, но зачем? Потому что есть мужик за 9 маны, который распадается на трех мужиков. Каждый из них имеет кейворд и это почти как в модерне с формулом за 6. Почти. Почти. Только за 9 и с тремя. И тремя. А 3 это лучше, чем 2, а 2 это лучше, чем 1. Итак, артефактная боросня. Как тебе? Сколько маратов из 10 мы поставим артефактной боросне? Ну, один марат, потому что есть белый, а марат играет бером. Прямо настолько все плохо. Прикон настолько плохо. Он может с приконами сражаться, наверное. Ну, каждый прикон может сражаться с приконами. Можно и с бобром сражаться с приконами. Ну, конечно же, токены, двухсторонние, топтеров, кладов. Именно ради этого, визурходс, мы покупаем ваши париконы. Итак, кто у нас следующий? Квадрикс. Надеюсь, это дека на фракталах. Я не смог себе пока собрать деку в стандарт на фракталах. Надеюсь, командир меня в этом удовлетво правильно рит. Господи, эти кружочки. Это кружочки. Открываешь колоду, а тебе говорят, это кружочки. Ты говоришь, спасибо, теперь у меня есть кружочки. Я-то думал, я купил. Давай еще раз. Я не знаю, как их правильно открывать. Будем по-варварски. Вот. Все. Кружочки. Это кружочки. Открываешь? Ты думаешь, это колода, а это кружочки. Смотрим на бережно упакованную колоду оберег. И если под вашим контролем должна быть создана одна или несколько фишек, вместо этого создается удвоенное количество фишек суши. А здесь, наверное, можно и закомбиться. Так ли плохо этот прикон? Тут много мужиков. Можно копировать этих мужиков. Можно создавать токены. Можно создавать токены, которые при смерти будут создавать другие токены. Все. Ну, а какая-нибудь около комба есть? Нет, тут ничего нету. Тут есть обряд репликации. Обряд репликации. Это уже весело. Если ты с кикером его, с кастем, ты уже победитель. Здесь я вижу уже один фрактал, легендарное существо фрактал. Я обязательно себе соберу деку на фракталах, на командире фракталов, если вы наберете 10 тысяч лайков под этим видео. Итак, смотрим, что за карточки нам положили в эту прекрасную колоду на фракталах. Итак, новые карточки опять не блещат каким-то оверпауерностью и тем, что мы хотя бы захотели. Хотя здесь, смотри, здесь котика создают. Ну, хоть в чем-то, хоть в чем-то мне здесь подожди. О чем хочется поговорить? Нам, мы все шутим про tribal на мишках. Здесь, где издали командира в tribal на мишках. Это очень мемный медведь. На этом все. Чрезмерное упрощение. Почему ты ее отложил? Это в раз в сине-зеленых цветах. А там их мало. А там их мало, да. Теоретическая дубликация. Дубликация. Ты назвал, что это коммунистическая карточка. Да, если оппонент должен создать себе токен, вместо этого ты еще и создаешь себе токен. Поэтому у всех в какой-то медь. И плохой синий зенит за много маны. Но он не то, что прям плохой, он там дровает на 3-2 карточки больше, чем зенит, но не зашафливается. Да, так что если у вас есть возможность заменить его на нормальный зенит синего солнца, то меняйте. Остальные карточки нам ничем не приглянулось. И теперь кратенько про картам, которые действительно хорошие. Конечно же, это мана база, более-менее нормальная. И теперь мы отложили довольно много карточек. Давай экспрессом. Манта-хищник. Зачем? Ломайчар артефакты. Так и там. Карточка с котом. Я нашел еще одного кота. Так что, как бы ты не оценил эту деку, я поставлю ей плюс одного Марата. Потому что мы нашли уже две карточки с котами. Лягушонок. У него есть прививка. Это типа отсылка к ковиду или что? Нет, это отсылка к второй равнике. И все? И все. И все. Окей. Ладно, инкубация несоответствия. Ну, типа... Сломать кричу или контрип в кричу или землю. Если нет ничего лучшего, можно положить. Извивающийся оракул. Ну, он тоже типа кот с лицом кота. Типа трассиус. Почему трассиус? У него там обилка тоже трассиус. Тоже посмотреть землю в стол или карточку. Трассиус хорош, что он у тебя всегда ты его можешь сыграть. А этого пока найдешь. Буйный рост. Ну, потому что буйный рост. Теперь по понятным реприткам. Хватка кадамы. Играйте. Красанская хватка. Тоже играют, чтобы что-нибудь разрушить. Бис визин. Теперь на русском. Ускоренное скрещивание. Ну, зачем? Хороший револк в синем. Это хороший револк. хороший револк в синем. Мотайте на ус. Даже компетит в таким играет. Я не иронизирую. Просто я не знаю. девочка. Почему мы отложили? Это новая девочка из Strixion. Девочка? Ну, она земля и дровает потом, когда вымчем много земель. Я вижу, но зачем нам это? Как трассе, столько с нюансами. Дорогая спираль роста, но которая дровает чуть побольше. Почему бы и не положить ее, если вы хотите дровать чуть побольше? Земли, которые не стыдно выложить? Вот этот прекрасный мифический парень, зачем? И где? Таким играют где-нибудь, где много жетонов. Возвращение дикоречиво. Неужели где-то им играет? Да, она играет в монозеленый сельвале. Сельвале, ну, хорошо. Ну, там, подровый, типа, 10 карт. Нормально. Друид инкубации, если вам не хватает нормальных дорков, ну, и при определенных условиях он может быть выложен. Гнездо шершни и царицу шершни выложил, потому что я когда-то ими играл, и мне было хорошо. Гарук, тот самый гарук, карточка, которая хоть чего-то стоит в этом приконе, но мне кажется, не для командира. Забытый древний, наш мемный прекрасный человек. Гудспид, привет. Да? Да, это гидро. Ну, почти гидро, да. А обряд репликации зачем? Если вы скажете его с кикером в кого угодно, вы уже победили. Это 6 токенов чего-то. Это 6 токенов дорк, это уже чудесно. Ну, пусть будет. Рифовый червь. Это червь, который распадается на рыбу, который распадается на кита, который распадается на кракена. Будем у вас смешать в ординг. И этим зоопарком вы можете просто довести до слез любого оппонента как минимум. Ну, теперь серьезно, про эту карточку немножко халбричер с нюансами. Тут тоже за 2, тут тоже с попой 2, тоже на миге. Вместо оппонента создаешь трежеры. Все. Ну, и поборница разума. Играют ей даже, по-моему, в каком-то пионере в определенных деках. Ну, и в командире, особенно среди этих карт, она будет выглядеть неплохо. Сколько маратов из 10 мы ставим этой колоде? Мы ставим по-прежнему одного марата. И плюс одного я накинул за 2 карточки с котами. То бишь, марата из 10 эта колода получает. Бело-черный, что, они генерят жизни? Да как-то непонятно. У них командир смешной, он относительно хорош, он в атаку ходит в оппонентов и на себя каундры кладет. Это такой. На самом деле, мы пытались найти с энергии в эти колоды, конкретно в этой колоде, но не смогли. Если вы нам в комментариях напишите вот хотя бы какая задумка была у этой колоды, мы вам не знаю, мы вам не знаю, плюсик на аватарку поставим, а может быть даже два. Итак, раскрываем командира. Прекрасный совет, птица, колдун, полет каждый раз, когда игрок атакует одного из ваших оппонентов или количество жизни того оппонента больше, чем у любого другого из ваших оппонентов, то також игрок, я уверен, единственный способ выиграть этой колодой, что ваши оппоненты будут постоянно перечитывать и пытаться понять вашего командира и недопонимать, как вы выигрываете, но секретом будет то, что вы не выигрываете. Примерно как я же. Но я не знаю, зачем это. Ну, это потянуть карту по праздникам. Оппоненты дроваются, ты за это своего командира делаешь большим, а потом оппоненты такие, ой, а как-то на нас на 19 флайер летит, и ты такой. Ну, ремовала никто не отменял, командир. Мы, мы, мы играем приконами, тут нет ремовала. Мы не играем приконами, и вам не советую. Вообще, я очень часто говорю, что лучший способ отвазить человека от МТГ, это показать ему командир, но я думаю, конкретно с этими приконами ты со мной согласишься. Так, Фелиса Клык Сильверквилла, существо вампир чародей, имеет наставника и очень интересный способ нагенерить 2-1 чернильником, но карта более творческая, чем сильная. Мне кажется, сова будет даже поинтереснее, чем здесь. Ну что ж, давайте смотреть новые карточки и искать хорошие старые. Итак, по карточкам, которые нам предлагают, которые с натяжечкой, но можно назвать хорошие. Командная башня, все понятно. Баджука Боб, этот, ты говоришь, в жабе играет? в жабе играет. Окей, солнечное кольцо, камушки, камушки, а это против чего? А это, если у вас в Мете очень много вальтронов, а в казуальной Мете обычно их много, потому что, ну, собирать гигантского робота же прекрасно, помогает контрить, да? Ну, ты зачарил этого его гигантского робота, этот робот ходит во всех, кроме тебя. Ну, магическая печать, кошечка, которая ищет нам равнинку, почему бы нет? Трещина, новая карточка, ей будут играть в стандарте, ну, если у вас нету более крутых ремувалов в ваших цветах, белых и черных, возьмите ее, потому что здесь и чары можно еще уничтожить, почему бы нет? Храм хороший, сад хороший, пешеры короса хорошая, окончательная погибель дорого, но чем еще нам здесь играть? Мемный динозавр, детишки любят мемных, дорогих динозавров, которые, ну, объективно, иногда им можно выиграть. Муза рожденная из ветра, почему? Это пропаганда на ножках. точно, 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 похоже на пропаганду. Траведческого скамеря я случайно положил, или ты меня почему-то заставил положить? это вросец такой. Котик, в колоде есть котик, это хорошо, это уже какой-то второй котик, я его положил, ну, иногда, иногда можно подношение, зачем здесь? Ну, это инстантовый ремувал в белом любого перманента. в белом много ремувалов. Ну, не всего. Третий котик, дека, получит как минимум двух маратов из меня, от меня дополнительных. гидеон, который даже, может быть, стоит, типа, каких-то денег, и... Братюньский даблстрайк. Братюньский даблстрайк, зачем? Неужели этим кто-то играет? Ну, если у вас есть существо, которому нужен даблстрайк, вот. Ужас, ужас. Из новых карточек ничего нам не приглянулось, какие-то мифики, какие-то ангелы, дуэлянтки, что-то еще, ну, хоть что-то, расскажи мне, хоть какую-то кость мне, кинщина. Они бесполезны, они умеют... Это существа. Если вам очень нравится играть с существами в черно-зеленом, в черно-белом, не играйте этими существами. Соберите себе нормальных аристократов. Нормальных аристократов, да. Если вы поняли, что хотели визарды сказать в этой колоде, напишите нам в комментариях, мы хотим послушать. Почему этот прикон сразу получает трех маратов, даже до того, как мы посмотрели, что у него там за карточки? Мужик веселый. Ну, близко, близко. Друзья, вы пока можете остановить видео и написать, написать, почему я выделил этот прикон от других. Давай, у тебя тоже есть времени. Ну, я не знаю. Ну, что такое? Кто автор этой карточки? Дмитрий Бурмак. Дмитрий Бурмак. Прекрасный Дима, прекрасный отечественный художник, который живет в Подмосковье, рисует прекрасные карточки, которые очень часто заходят в старшие и не старшие и в стандарт. И только благодаря, благодаря этой карточке, только благодаря Дмитрию Бурмаку, этот прикон получает сразу трех маратов из десяти. Посмотрим, сможет ли он хотя бы еще парочку добыть прекрасный поэт с дудочками. Мужик вообще завязан на каком-то кастовании инстанта в сорсере. Каждый раз, когда вы их копируете, если это просто инстант или сорсер, вы поскраетесь. Если это, если вы упоротый и ваш спелл стоит дороже пяти, вы еще мужика 4.4 создадите. А если вы с особенностями развития играете инстантами сорсере за десять или больше маны, он случайному оппоненту по-моему на десять по лицу ударит. Это чудесно. Ну, ты сейчас не эронизируешь? Не эронизирую, это правда его текст. Нет, насколько это эффективно? Это чудесно. Чудесно. Так, и нам предлагают Ифрита Чародейку. Как ни удивительно, этот Ифрит Чародейка хороший, но не как командира, а как дополнение к внутрь колоды Крарш Сукашима, хороший мужик. Окей, замотайте на ус. Итак, давайте искать хоть какие-то хорошие карточки. Итак, снова командная башня, амулеты, которые хорошие, печати, ну, где-то он играет, там, в кайнере им играют, типа ритуалы, типа ритуалы, типа хорошие, сыграть много классных спелов, и теперь здесь действительно положили не иронично хороших стейплов, недорогих, но которые нужны, лутинг, круиз, серум вижен, ведение сыворотки, а, ведение или введение, ведение сыворотки, почему это так было, серум вижен, очень странно, пондер наш любимый, брендшторм, новый парень, который мы уже с Борисом обсуждали, он хорош, объясни почему, я до конца не помню, потому что он создает кладики за инстанты сорсеры, типа он говорит, штормись, земелька, очки пироманта где-то играют, слушай, я против в командире такого видал частенько, виталий, экзалит, в деке, как собака, только за 6, как собака, пока, долгастер, Камбитс хороший мужик, но не в этой колоде, не в этой колоде, качуственная, зачем ты его положил, ремувал, чисто чтобы взаимодействовать с командиром, он не за 10, он не слабый, вершина могуще, ну зачем, это единственный спел за 10 маны в колоде, это один раз активировать последнюю способность, ладно, чтобы был надежный, Толорана мы знаем, хороший, Разум Роя, зачем? Разум Роя, копировать твои сплы, Нарсет за 6 играл, чтобы до 2 до входа брать, нормально, величине разума, влечение, влечение разума, отличная карта, играет почти любой шторм синим, серьезно, да, не знал, но это мои любимые карточки из Каладеша, я даже в стандарте такую поигрывал, я уверен, что в командире можно как-нибудь интересно ей закомбиться и собрать что-нибудь и поставить миллион этих артефактов и потом их поврастят и вы успокоитесь, вот, и конечно же Эдик Фру Тайм, это именно ток дик, который нужен, и даже не фри хандрид бакс стоит, вот, просто вынуть его отсюда и положить себе в пионер, или даже Ведах, сколько Маратов из 10 мы дадим этой прекрасной Уэр-колоде? Я дам, наверное, 5, но Денисов, но Денисов. Оу май! Так, новая шкала, кто такие Денисов? Денис играет сейчас вот на шторме с монетками, и тут много всяких карт, которые нужны в монетке и нужны в шторм, поэтому по шкале Марата это 2, тут есть карточки, которыми играют и ДХшники, а по шкале Денис это 5, тут много карт, которыми играет Денис, тут есть шторм карточка, которую шторм имеет, по-моему, 11 по шкале шторма, его визорды почти не обещали не репринтить, и тут вот репринтнули, это там и забавно. Ну, в командире, как говорится, не считается, это командир, это как Вегас, все, что было в командире, остается в командире, так сказать. Друзья, вот такие получились колоды, я напоминаю, что мы одну из них разыгрываем, и вы можете ее не иллюзорно получив, пройти по ссылочке в описании, но вердикт такой, колоды больше интересные, чем хорошие, непонятно, для кого они изданы. Для старичков и компетитив-магов, которые реально серьезно собирают командир, все эти стейплы уже у них есть, новых хороших карточек нету, интересных командиров нету, так? Ну да. Новичкам, я не знаю, вот мне кажется, дать новичку эту колоду, конечно, порадуется, что у него есть целых 100 карт, и они на русском, ну и после этого плюсы просто улетучиваются, да, если вы просто коллекционер, вы хотите, вы полюбили этот мир, и вы хотите, чтобы у вас была такая колодка любимого вашего факультета, естественно, покупаете, мы никого не осуждаем, но при этом оставляем за свое право высказывать свое мнение. Ставьте лайки, подписывайтесь, с нами был Борис Заменитель, щенок, он же Миша, он классный, возможно, мы когда-нибудь покажем, как он играет, и вы действительно увидите, что даже в столь юном возрасте можно быть практически таким же мерзким, как Легосек в Кожанке, товарищ Легосек, я люблю вас всей душой, вот, лайки, подписки, если хотите больше ИДХ Конфента, покажите это нам, и мы его запилим. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok